Раз заветные письма с желаниями были написаны на адрес Дедушки Мороза, то и подарки юным брещанам вручил сам сказочный персонаж. Вместе с ним в гости к ребятам заглянули представители Государственного комитета судебных экспертиз, а также работники БРСМ. Дима Киричун самый юный в своей большой многодетной семье. Мальчик хорошо учится и, как и его сверстники, имеет большое количество увлечений, среди которых самым любимым является выполнение трюков на самокате. Только для тренировок двухколесного железного коня приходилось просить у друзей. Теперь же у мальчика свой самокат, опробовать который захотелось сразу же. Мы не думали, что так будет, но очень рады, что все-таки елка желаний исполняет все желания. Спасибо добрым людям, которые нам дарят эти желания. Около трех десятков писем поступило в этом году в районные комитеты БРСМ области. Представители разных учреждений и ведомств приняли участие в проекте, понимая, как важно, чтобы мечты ребят, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, исполнились в новом году. Елка желаний проводится пятый раз. В этом году участниками стали 29 детишек из города Бреста и Брестской области. Мы рады делать детям добро и мы рады получать улыбки детей взамен на подарки. Как правило, это дети с онкологическими заболеваниями и семьи, воспитывающие трех и более детей. Всем известно, что в первой половине января такая праздничная обстановка, что не только дети, но и взрослые всегда находятся в ожидании какого-то чуда, праздника и сказки. Наша задача взрослых сделать так, чтобы сказка и праздник пришел в каждый дом и каждому ребенку. Проект «Елка желаний» продолжит путь. Все собранные подарки в ближайшие дни найдут своих заветных обладателей. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.